зеленский позвонил в молдавию когда узнал о цене на газ в 450 долларов и разумеется предложил свою помощь друзья ссылку на источник я оставляю в описании вот под этим видео а вам говорю поехали в старину народ говорил дорога ложка к обеду а там хоть и под лавку зеленский со своей борьбой с газпромом и россией получил еще одно поражение союзники по крымской платформе едут в россию и договариваются о сотрудничестве с газпромом ну разумеется и самой россии на сайте президента украины появилось сообщение о телефонном разговоре с президентом молдавии моей санду президент украины отметил готовность государства в дальнейшем оказывать молдове помощь в вопросах надлежащего снабжения энергоносителями и здесь можно предположить что зеленский пытался объяснить президенту молдовы что газ из европы по 800 а того гляди 900 баксов вечно зеленых намного лучше чем грязный газ из россии по 450 долларов на первый взгляд обычная новость если не ряд важных событий предшествующих ему но здесь важно отметить хронологию самих событий и так это было опубликовано 30 10 21 в 22 25 вечера далее буду потихонечку вам сообщать о событиях которые размещались на интерфакс украина и которые разумеется привели к телефонному тому самому звонку о котором мы с вами сегодня говорим 29 число десятого месяца 21 года 9 51 утра с 1 11 21 россия останавливает поставки энергетического угля для украины марка а то есть антрацит и п то есть постный новость преподносит именно саму преподносит сам глава верховной рады по вопросам энергетики и жк у андрей герус это 30 10 21 в 11 58 что получается герус сообщает что и импорта из россии и белоруссии не будет так как соответствующие аукционы по физическим поставкам не состоялись но к этому моменту украинские компании расписали кто может или имеет возможность осуществлять поставки внутри вот этого вот самого и из россии 2 200 мегаватт и белоруссии 900 мегаватт только забыли они согласовать эти поставки с поставщиками конечно же опять же получается глупость как это было опубликовано в предыдущей статье винтер рау также подтвердили что никаких поставок для украины не планировалось вообще и в принципе 30 10 21 13 часов 10 минут появляется информация о заключении договора молдавии и газпрома аж на целых пять лет новостью поделился вице-премьер молдовы андрей спин давайте посмотрим что именно он говорит в ноябре цена будет в районе 450 долларов за одну тысячу кубометров после цена может и упасть в зависимости от биржевой цены самого газа в нынешних условиях цена в два раза ниже чем рыночная и ниже чем той что мы платили в октябре а это было напомню 790 долларов за тысячу кубов озвученная цифра в 450 зеленых сша для зеленского стало просто шоком ведь в молдавии как и украина стремится в евросоюз и всячески должна противостоять борьбе с газпромом и уж точно не не к лицу скажем так таким партнером как украина и молдавия втыкать себе нож в спину ведь украина наплевала на граждан своей страны именно что наплевала и закупает только молекулы свободы от евросоюза и то по рыночным ценам уж больно дорогие эти молекулы и тут такой провал солидарности в совместном переживании трудностей особенно товарищу зеленскому стало больно и очень обидно аж до самых слез ввиду того что буквально накануне был подписан меморандум о поддержке и возможности поставки газа из украины в долг и тем более бесплатно и сейчас на украине газ торгуются конечно им торгуются по цене больше тысячи баксов только вдумайтесь на страну надвигается энергия энергокатастрофа они все продолжают стоять как истукан на своем объявление молдавии о подписании договора с газпромом я бы сказал так и цена 450 долларов это не просто приговор для правительства украины это приговор и виселица для самого зеленского политическая разумеется в кавычках тем более что молдавия с приходом санду к власти осложнила и без того непростые отношения с москвой по сути вся идея крымской платформы организованной зеленским для борьбы с россией потерпела еще одно фиаско вслед за той же самой венгрии зеленскому понадобилось несколько часов для осознания последующих катастрофических перспектив его политики в области самой энергетики особенно больно очень больно по украинскому режиму может ударить также информация и с молдавской стороны теперь зеленскому будет очень трудно убедить население свое собственное население о всеобщей поддержке украины всеми странами борьбе с газпромом и конечно же вот этой вот надвигающейся мощнейшей тени самой россии что мы имеем друзья а вот что мы имеем зеленскому остается только один выход из вот этого энергетического кризиса а это сесть за стол переговоров с республиками донбасса раз договориться о мире и поставках угля 2 и третье срочно быстро собирать чемоданы и ехать в газпром брать стульчик сесть в коридоре и ждать в приемной самого товарища миллера когда тот его вызовет на переговоры в собственный кабинет